Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на завершительной торговой неделе в пятницу. Меня зовут Александр Наконечный. Сегодня мы с вами подведем итоги ключевых событий четверга и главные события на сегодняшний день. В первую очередь хочется отметить, что вчера вышла статистика по новым заявкам на получение посоя по безработице. Прогнозное значение было на уровне 850 тысяч. На фактическое вышло 860. Это выше, чем прогнозировали, но тем не менее гораздо ниже, чем, например, на прошлой неделе. Видно, что идет сокращение, поэтому это положительная все-таки динамика, я считаю. И также статистика вчера вышла по нефти. Банк Goldman Sachs сделал новый прогноз на 2020 год и на 2021 по средней цене стоимости нефти. На текущий год это 44 доллара за баррель и на 2021 год среднее значение это 55 долларов. Нефть марки Brent продолжает у нас находиться в восходящем ралли. На текущее значение 43 доллара 50 центов. Весьма вероятно, что рост продолжится до значения 44 долларов и даже, может быть, выше. Потому что, судя по техническому анализу, сейчас находится на восходящем тренде. Фундаментальный анализ, здесь опять все на прежнем уровне. Мы с вами это уже обсуждали. Также весьма важное событие. Президент США Дональд Трамп внимательно следил за реакцией индекса S&P 500 на заседание ФОМС. И, конечно, его это не устроило. Трамп уже достаточно длительное время говорит, что пока он будет президентом, индекс S&P 500 должен расти. И вот сразу после заседания ФОМС Трамп заявил, что мы готовы предоставить новый пакет поддержки экономики в 1,5 триллиона, в расширении, долларов. И эту информацию подтвердил советник по экономике Трампа Ларри Кудлоу. И сейчас мы с вами видим, что эта тема начала обсуждаться прямо в приоритете. Новый пакет поддержки готовят. Уже сегодня есть информация о том, что действительно новый пакет поддержки будет принят в ближайшее время. И его значение в 1,5 триллиона долларов. На этом фоне, конечно, индекс доллара мы можем ждать опять в снижение на отметку 92,5 доллара. На этом фоне золото опять может войти в восходящее ралли. И сейчас уже отметка в 2,000 долларов может показаться очень достижимой. И даже цена может пойти выше. А по евро-доллару после сильной коррекции 1,1760-1,1770 цена резко отбилась. И цели у нас остаются прежние. Это 1,19-1,1950 с долгосрочной перспективой 1,20 и 1,21. Поэтому сейчас действительно все ждали нового пакета поддержки экономики. Хотя Ларри Кудлоу сам заявил, что восстановление экономики США сейчас никак не будет зависеть от нового пакета поддержки экономики. Мы с вами знаем, как даже на слухах от этой новости рынок начал реагировать. Поэтому до президентских выборов после текущей коррекции текущей коррекции этой недели, скорее всего, в ближайшем будущем цена начнет опять активный рост. Это я имею в виду фондовый рынок и рынок золота. Поэтому внимательно следим за текущей ситуацией. Из ключевых событий сегодняшнего дня что-то такое особое выделить тяжело. Сегодня будет решение по процентной ставке Центрального Банка России, скорее всего, она останется без изменений. Поэтому также будет базовый индекс по розничным продажам в Канаде в 15.30. Достаточно сильная статистика, мы внимательно следим за ней. По канадскому доллару у нас с вами была сделка на покупку до 1.32.30. У нас эта сделка уже закрыта, сейчас она находится в коррекции. Нефть растет, канадский доллар на этом фоне, доллар-канадский доллар по корреляции расти не должен, поэтому пока по канадскому доллару без сделок, я считаю, что там возможно дальнейшее снижение, поэтому просто смотрим за статистикой. Решение принимать в долгосрочных позициях, в входе в рынок по канадскому доллару, лучше на следующей неделе. Кстати, с понедельника к нам возвращается Артем Деев, вам хочу пожелать успешной торговли на текущей неделе, надеюсь, что эту неделю вы закрыли в хороший плюс, ну и всего вам до лучшего, хороших выходных.